С лавком. Забрали ресурсы. Можем что-то проапгрейдить, что тут горит. Карты какие-то появились. А, по-моему, какое-то украшение он дал. Вот это. Эльфа-луковый суп. Ставите бронзовую карту. Отстой. Для вкуса можно добавить третьего сыра. А, тёртого сыра или несколько глазных яблок. Единственное, что украшение, как бы... На самом деле, я бы взял вот эту штуку по тесте чисто. Интересно, как она будет играться. Окей, и эту штуку я бы тоже поменял на самом деле, потому что мне не нравится эта хрень. Конечно, прикольно гарантированные карты получать, но что-то не очень. То есть, эта штука как бы полезна в какие-то моменты, а в какие-то моменты, а их большинство, мне кажется, бесполезны, когда мы, например, в третьем раунде играем, и нам нечем дровать. Трюшный надряд на четыре. Вот это просто штука, которая всегда работает. Но я хочу палашку тестить. Он будет играться. Так, что-то улучшить можем? Это полторы штуки. Мы сейчас расходить можем, да? Ну, скорость передвижения, блин. Ну, не знаю. Считаю, что у нас другое, ничего нельзя. Ну, с этой штуки осталось, да? То есть, в украшении до трех... Блин, ну, не особо прям надо. Дайте, реально скорость и улучшение тогда возьмем. Идея 500. Теперь надо. Что-то остальные вообще заблокированы. Блокированы. Эй. Так, траля мы победили. А, где мы в целом... А, здесь микроостропа он был. С вами вроде бы сговаривал. Где подмога из столицы, госпожа? Почему нас не защищают? Где подмога из... Почему нас не защищают? Да, нам тоже на самом деле интересно, где... Помощь из столицы. А, ну, кстати, сейчас будет сюжетный квест. Я ничего не пропустил. Вообще, судя по тому, что у нас карты одна не собрана, такое ощущение, что что-то пропустил. Но я не знаю где. Может быть, прям в самом начале. Непонятно. Эй. Смотри, что у нас по квесту. Лагерь группы. Видите на эти тараны! Военные машины! Их не сосчитать! Не понимаю. Нильфгард бросил все свои силы на Лирию? Нет, госпожа. Только одну армию. Боги, храните нас! Королева цедила крепкие слова. Отступы к Драмограду кишели нильфгардцами. Три, может, даже четыре батальона тяжелой пехоты, а в резерве еще были арбалетчики и кавалерия. Три бушеты уже разрушили стены, а тараны разбили главные ворота. Иными словами, город почти упал. У нас нет шансов. У нильфгардцев двукратный численный перевес. Значит, каждый наш солдат должен сражаться за двоих. Лирия! Ободренные отвагой королевы, лирийцы галоком ринулись на позиции врага. И встретил краб стрелков. Битва при Драмограде. Нильфгардские солдаты были прекрасно вооружены. Каждый из них носил тяжелый вороний доспех и шлем, повинчанный черными крыльями, а в руках держал круглый щит, украшенный золот, золотым солнцем. Лирийцы в стеганых куртках и легких колчугах оказались рядом с ними меньше и слабее. Но вскоре они сумели доказать, что непобедимость черных лишь видимость. Дети командира в Риэмди. Сюжетная битва, особые правила. И попробуем убить. Так, ну чтобы убить, нам нужно получать стрелки. Арбалетчики наши. Так, медик точно нет. Это на два раунда, да? Блин, штука зашла. Ну, наверное, не надо, блин, штуку. Так, есть один стрелок, но хочется понаходить, на самом деле, арбалетчиков. Хотя бы двух. Вот этот чел есть. Вот эти подровы там немножко. Пойдет, наверное. Плюс их можно вернуть, плюс этого человека можно еще вставить. Плюс этот чел может там арбалетчик в ПТС. Правда, третий раунд же еще нужно играть. Третий раунд еще есть над ним. Вперед, вышвырнем черных из города! Ваше Величество! Я вижу их командира! Мы должны сосредоточить на нем все наше внимание! Дубян и Клоер! Аааа, подстава. Этого мы знаем. Так, давайте посмотрим, что за трибушеты. После трех ходов в начале хода нанесите по одной единице урона всем вражеским отрядам. После трех ходов в начале хода... Сильно. Один трибушет стоит ста пехотинцев и трехсот таких паршивцев, как ты. А ты кто? Вриемди командир. В начале каждого хода восстанавливайте изначальную силу этого отряда, если его уничтожают. Но вы побеждают в путь. Ааа, нам достаточно просто и этого чела громко, да? Великая Солнце согреет север своими лучами, даже если мне придется для этого вырезать всех до единого. Всех вас до единого. Посмотрим, посмотрим, как он такого вырезает. А, у него, кстати, нету... этого чела. Ну, мы попробуем нашего чувака... раз... раз... раскачать. Да, у нас хорошая билка против вот этих вот, да? Как бы, хе. Четыре урона. Тем самым мы отрядом с такой же силой. Это круто. Но и с проблемой. Этот чел нам блочит нашу обилку. То есть он каждый раз бафается, когда мы юзаем приказы. Довольно так неплохо бафается. У нас есть две поводочки. Это бафнет нас на шесть армора. Мы, в принципе, можем сразу же бафнуть. Но он нам будет сейчас сбивать арморы. В этом наша проблема. А, уже? Смешно. Че у меня задамажил уже? У меня-то уж нету сил. А, возможно, надо вот этого чувака обвернуть, чтобы этому армору настакать быстрее. Мы могли бы сейчас заездить вот эту штучку, сделать здесь шесть арморы, их убить, но нет. Они бафнутся тут же на четыре. Блин, он мне по-много арморов сбивает. Но он зато грохнул вот этих двух. И эти двое подрезали. О, не надо подрезать, так сказать. Вот в этих бы лучше двух попали. Вообще, здесь три, четыре, пять. Надо убивать. Надо убивать. Кто у нас... Лирия! А почему? А, а... А как он это сделал? Я проглядел. Вот эта штука сделал, да? А ты кто? Дивизия Венедаль. Стойкость размещения. Добавьте неуязвимость всем дружеским отрядам. Завещание. Уберите уязвимость всех дружеским отрядом. Окей. А, двенадцать. Эббит славен своими наемниками и легкой кавалерией. Ну, неуязвимость не равно неуязвимость от АУЕшки. Поэтому можем попробовать вернуть вот этого чела. Еще раз его поставим. То есть этот три потеряет, но три сейчас остановит. Может быть он поставит кого-то в передний ряд? А, или... Нет, он не пассивно работает. Он на размещение. То есть если его кого-то вперед ставит... Мы этим... А, он пацанул. Ну, учитывая, что мы только что вернули себе карту, почему бы не... Надо просто отдать ему раунд, потому что у него вот этот чел есть. Мы в этом раунде плохо себя чувствуем. Надо отдавать. У меня уже таких челков больше не будет. У них же не было стойкости. Вроде не было, да. Пропали. А вот эти и были. Вот этого надо убить. А, стоп, у него 6... А куда у него армор делся? Там же был мунилс на 6-6. Ой, могу это не поменять. А, я никого не хочу менять. А, арбалечки хочу поменять. Ваше Величество, там, на горизонте, враг получил подкрепление. Да, блядь, сколько у тебя их? Пиздец, ты охуел? Пиздец, у него третий такой, ну заедись. Эльгард подкрепление. После трех ходов, в начале хода, наберите полную руку карт. За императора, за Эльгард. Тебя сколько? А, тебя нельзя убить. Понял. Понял. Одно и то же. Надо тогда сюда 6 карт поставить, чтобы тебе зарбалечки... Да ты заебал, сколько у тебя их? Блядь, это пиздец. Нет ли у тебя чего пожрать? А то я голодный, что твой волк. Ебать, ты че охуел? Чмошник, блядь, пиздец. У меня просто, блядь, вся рука, походу, у этих чмошников. Ну хорошо, больше пяти карт в колоде, по идее, одинаково не может быть. То есть это последний его чел, то есть больше у него таких чуваков не может быть. Так как бы добрал кучу карт. Че поделать? Блядь, не убивай, не убивай, не убивай. Блядь, не убивай, не убивай. Че-то не рисовать чмошников? Достаточно одной стрелы. Ладно, на них не уязвимчиков я ничего не повесил. Так, еще двое. Вот эти живите, живите, че-то. Либо пуляйте, поесть. Снова на фронт. Нет, это чел убить. Понимаю. Укажите мне цель. Ну че, у нас игра еще пойдет. Ну че, что-то его угрохнет. А че я ему реально, кстати, вот этого не хочу угрохнуть? А я не знаю. Дети себя достойно, тебе. Это же 9 урона? А, он не уязвим. Стоп, а как? А, мне надо вот это чел убить. Блин, это надо было подвинуть, на самом деле. Блин, я не могу его задамажить. Эта штука даже мешает, зараза. Доспехи их не спасут. Вот это, короче, надо убить. Ладно, убьем так его. Кстати, сейчас попреляют. Ну сюда, сюда, сюда. Ну куда вы, блядь? Сы, блин. Так, давайте вот этого уберем, на всякий случай. В войсках мне делать нечего. Давайте еще такого чувака. А, я уже походил? А че походил? Видимо, кем-то походил. Так. Будет пасовать. С палочек, а? Может пасанет сейчас. Я не знаю, как вот этого убить теперь. Потому что у меня, как бы, все потрачено. Мне надо достать щела, который бафается, когда мы ставим вред чуваков. Нет, не он. Хотя они есть, а как же. Так, Макс, сапоги жмуть. Сапоги жмуть. Счет кто? Левый, правый. Левый, правый. Снова на фронт. Мы же не сможем. Потому что я не понимаю, как командира убивать. У меня серво личики как бы вышли. У меня один остался. Это 9 урона. Вот этого чувака я хотел найти. Ничего, и он не находится. Вот, блядь, в смысле опять этот чувак. Вот, блядь, в смысле, не каждому быть живым. Это у меня сладейший отряд. Четверка? Единечко на меня грохнул? Да. В общем, выигрываю его. Что-то ггшечка какая-то, если честно. Я усиливаю четверку до... Нет, это гг. Но тут, блядь, вот этого чела фокусить и не убивать их чел. Нахера мне эти челы, если я выиграю, если просто этого убиваю. Впрочем, херня, я страдал тут. Четыре колпта у меня сильнее, что-то, блин, восемь. Восемь? Серьезно? То есть я ничью могу сделать, ничья это поражение. Блин, набил, как долго, когда шест... Набил, который долго, когда шеста говно. Сто процентов. Ладно. А, арбаллички чертовы. О! Блин, почему я его не убил, пока он пасовал? Вперед! Высву! Ваше величество, я вижу их командира. Блин, дилку только менять. Да-да-да-да. Дувян и Глоер! Абсолютно похер на этих челов, разве нет? Почему я вообще о них беспокоюсь? Абсолютно похер на этих челов. Чтобы наших арбалличков сюда поставить. Вот, он дал неуязвимость, а нам надо эту неуязвимость грохнуть. Зачем нам их грохнуть, даже не знаю. Так, это будет шесть, потом еще шесть, нет, поставим. Арбалличек по вашему приказанию прибыл. Арбалличек прибыл. Надо было грохнуть их, блин. Куда вы стреляете? Куда вы, блядь? Его еще за один ход надо грохнуть. Кстати. Ой. Ну сюда десять, получается, надо на стаке. Даже одиннадцать. Небольшая проблема. Небольшой нюанс. То есть, совсем небольшой. Я надо с этих челков найти. Короче, не, то, что херня все это. Левый, правый. Что если челков нужно, глядя? Левый, правый. Ну на одиннадцать, мне кажется, я не на стаке уже. Одно и то же. Блядь, арбалличек пришел. Как не вовремя. А, блядь, вообще не вовремя. Пиздец, ебаный арбалличек, говна. Лирия! Нет, нет, обилка говно полнейшее. Просто худшая обилка. Так, все, я зафкапил. Можем вернуть, например, арбалличек. У нас есть еще два. А, у нас есть еще два арбалличка. Окей, окей, хорошо, хорошо. Блядь, несли мы с этой херни, еще арбалличек неслим. Короче, у нас здесь четыре дэмажа. Арбаллички, например, нанесут, блин, здесь у нас три, шесть, восемь. У нас девять максимум в риге, потому что, поэтому... Надо кого-то отсюда убрать. Здесь будет тогда... Семь плюс восемь. Понятно, восемь плюс девять. В принципе, должно хватить. То есть мы убираем, например, повозочку. А, и нам надо еще кого-то убрать. Погодите, мы же поставим сюда чела. Это будет перебор. У меня почти нету сил. Например, так поставим. В эту жатву вместо жито-черных косить будем? Так поставим. Сколько? Есть, а как же? Как мы сапоги жмуть? А, хватает? Мы можем еще одну карту снять. Главное, чтобы не арбалличек был. А чем мы дэмаж немного потеряем? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сейчас. Получается, здесь будет четыре. Девять, тринадцать. Тринадцать плюс... Урона не хватает, реально. Короче, нам нужно сейчас БСРНЖ, чтобы здесь был не арбалличек. Окей, хорошо. Все, теперь хватает. Ничего. Теперь хватает. Ну-ка. Схода. Ставим этого чувака сюда. Ну, раз вы настаиваете... Раз арбалличек, девять. Два арбалличек. Семь. И мы в три. Пайк четыре. Че, эти постреляли? Они отступают! Город наш, ваше величество! Херня, я страдал в первом этом. Хабыл сразу твич вока фокусить. Мильгардцы отступали в панике, бросая боевые машины, оружие, щиты, оставляя даже собственных раненых. Защитников города хватило ликование. Повсюду был слышен смех. Все славили королеву и кричали «Мэва! Мэва! Мэва! Королева битвы!» Слышите, госпожа? Слышу. Для правителя нет мелодии прекрасней. Но не время почивать на лаврах. Колдуэл, какова обстановка в городе? Стена пробита в трех местах. Примерно четыре сотни раненых. Около тысячи осталось без крова. Но самое худшее. В ходе осады сгорели амбары. А сбор урожая еще не начинался. Госпожа, я знаю, что война едва началась, и каждый меняк должен идти на укрепление армии. Но если мы не дадим жителям Травограда хоть немного золота, настанет голод со всеми его ужасами. А у меня нет золота. Ой. Увы. Я должен справедливаться сам. Где я им золото возьму? У меня нет. Ты видел солдат местного гарнизона? Они сражались босиком. Понимаешь? Босиком. Если под моим началом не будет сильной армии, падут новые города, сгорят новые житницы, тогда голод настанет не только в Дравограде, но и по всей Лирии. Мне нужно это золото, Колдуэл. Как прихажете, госпожа. А теперь в путь. Мы выиграли битву, но не войну. Того и гляди, Нильфгард атакует снова. Нужно действовать. Колдуэл, ты поедешь вперед в Лирию. Вели моему сыну созвать совет лордов. Нам есть что обсудить. Я с Рейнардом отправлю за тобой в сопровождении войск. Недобитые Нильфгардцы рассеялись по округе. Я позабочусь о том, чтобы они не вернулись к основному отряду. Карта убрана из вашего отряда. Блин, жалко, кстати, это хорошая карта. Граф Колдуэл. Получена карта. Фальшивый Флорен. Трейнард и Колдуэл поклонились и вышли, оставив королеву в раздумьях. Небу терзали усталость, боль и голод. Но чувствуя на себе взгляд солдат, она пошла в конюшню решительным шагом с гордо поднятой головой. А лутик там? Лутик, лутик. А че у нас здесь мораль? Из чего-то. Так, а мы теперь не можем вернуться или что? Или мы просто прошли город? Наверное, поэтому можем вернуться, да? Так, а если мы вернемся сюда, как мы сюда, тогда обратно вернемся? Тут нету этого знака. Или тут где-то еще есть проходы, вроде нету. А, тут сбоку, наверное, можно проходить. Понятно. Я уж подумал, что жить нам теперь под Нильгардским ермом. Все, как всегда. Короли воюют, а холопы за все расплачиваются. Последнюю минуту нас от смерти избавили матушка. Я уж подумал, что жить. Сундучков нету. Там где-то внутри сундучок вроде стоял. Время как сцены было видно. Что-то, наверное, внутри, ну-ка, где мы. А, нет. Что это за место? А, вот, сундук, да, я помню, сундук где-то видел. Так, сундучок сюда. О, здесь 10 голды. У меня, кстати, 1000 голды появилось. Могу отдать. Найдем письмо от герцога Ардали Аэп Даги, великого канцлера командующего группы армии Восток, полковнику Зовину Варглавиту. Посылаю дополнительные средства на привлечение сторонников. Разведка сообщает, что мы совсем скоро получим численный перевес. Не жалей для Норлингов золото. Скоро они в любом случае вернут нам все с лихвой. Ну, уже не вернут. Блин, ну что-то... Такое себе то, что мы не могли чем-то 1000 голды отдать. Я бы в кредит. Сейчас бы просто были в минусе. Сюда не попасть, да? Там вроде ничего нет. Окей. А здесь есть тоже снаружи проемцы? Я вижу много лута. Но в целом, я такая... То, что мы тут подниму и лутаемся, это такое себе. Мне больше это не нравится, чем нравится. Я бы, наверное, был бы не против, если бы подобной механики не было. Так, сюда не попасть? Не попасть. Сейчас в сундучки бегать искать прикольно. Лагерь группы армии Восток. Окей. Что тут светится? Рапорты. Наступление Нильгарда. Нильгард перенесел границы страны в трех местах. Блица Спалы, Скалы и Ривия. Продвижение врага к столице было временно приостановлено благодаря победе под Дровоградом. Но в ближайшем будущем следует ожидать новые атаки. В то же время имперские войска атаковали наших союзников в Тимере, а лазучки врага уже намечают путь на Айдирн. Кроме того, маневры имперского флота близ портов Новиград, Арагвен и Блавикин дают понять, что запланирована атака и на Реданию. Весь север в опасности. Окей, так, мы идем... А, еще вот эта штучка горит. Ты че горишь? А, у нас новая карта, потому что у нас это дали вот эту штуку. Сдерживание. Четко сдерживание. Чемпион нельзя выбрать как цель. Кстати, отряды 2 вызовут друг друга на дуэте. О, дуэли-то, я по-моему, помню. Они, короче, друг друга бьют, уменьшая силу, пока кто-то из них не погибнет. Отряды по очереди носят друг другу урон, равный своей силе. Пока один из отрядов не будет уничтожен, да. И все это золото, что блестит. Вообще прикольная штука, мне кажется. Надо ставить хотя бы одну. Да, надо, кстати, вот эта штука, кстати, реально крутая. То есть мы можем, например, каким-нибудь нашим банально сильным отрядом, даже такую-нибудь восьмерочку, грохнуть чувака с шестеркой, которая меня супер сильно бесит, да? Которая запрещает приказы мне юзать. То есть я не могу приказы заюзать, но я могу заюзать вот этот спелл и как бы грохнуть сразу же. Это круто, а это не нравится. А, стоп, на сайте. А, мы не могли скрафтить, у нас не хватало денег. Размещение, уничтожьте отряд справа и усилите эту карту на значение его силы. Если это артефакт, усилите эту карту на значение ее текущей силы. Можно реально артефакты сожрать, потому что у нас артефакт. А, или он пассивный. Он пассивный работает, или он... А, наверное, пассивку мы не... Не-не, мы пассивку потеряем. Такое. Ну, это такая, я бы сказал, карта зачистки местности. Спокойно, 4 стоит. Можно медиков поменять. Да, можно медиков, например, поменять. Потому что медики мне не особо нравятся. Дайте, 10-50 голды. Вроде дешево. Так, две такие карты сделаем. И вместо медиков. Так, а у нас, кстати, очень много ресурсов. Хм. Можем что-то дорогое даже взять. Вот этих чуваков надо скрафтить пятерых, чтобы они игрались. Они стоят пять этих. Так, сколько мы... Три, пять, восемь, да, можем себе позволить что-то? Военную повозку можем взять. Но с этого чувака все равно, не можем, он пятнадцать. Слишком дорого. Вот эта штука. Шпион, сдерживание. Размещение. Сделать силу каждого отряда в этом ряду. Равность среднему значения силы всех отрядов. Затем уничтожить этот отряд. А еще, кстати, вот... У меня там было удивление небольшое, когда я... Чел поставил эту карту. Сделал мне силу, равную всем трём. И почему-то все мои карты куда-то исчезли. Я-то потом прочитал, что там было дополнение, что... Если силы... Короче, уничтожьте все отряды силы три и меньше вместе с этой картой. Это, видимо, какая-то либо улучшенная версия, либо это... В том этом сражении была такая штука. Уникальная. Блин, вот этих чоков я бы заменял, но не дешево на самом деле. То есть их на что-то дешевое только менять. Так, обилка. Ну, вообще, честно, обилке не нравится, потому что ей нельзя банально спамить. Давайте, ладно, вот эту штуку правда вернем. Хотя мне уже не так сильно она, наверное, нужна. Нет, просто... Блин, нет, вот этой штукой просто можно подкрутить себе нужную карту на следующий ход хотя бы. То есть вот это хотя бы... От этого приятно. Если я могу до этого чувака достать... Ну, а, к пол-дуэл ушел у нас точно. Вот что у нас произошло. Вот почему-то так дешево стало. А заменить его пока нечем. Блин, у нас карты не крафтятся, которые... Кстати, а что вышечка делает? А, вышечка позволит на карте эти штуки. Хватит. Блин, разведчиков, чтобы отметить расположение сокровищ и ресурсов на карте региона. Это, я думаю, мы в конце будем делать. Я не знаю, как это точно работает, правда. День 500. У нас осталось только украшения и скорость. В общем, пока ничего не улучшим. Так, здесь ничего нету. Броси по старым, ну-ка. На этой карте один сундук еще где-то есть. Ага, ага. Здесь задание, 5 головоломок. Мне хочется общую статистику, сколько все на этой карте вещей. Во, вот эту штуку мы и вот эту не засобирали, и вот эту не засобирали. Где третьи фрагменты? Или они рандомные фрагменты дают? То есть это не где-то в фиксированном месте лежит. Непонятно. Так, ладно. Даем лагерь. Продолжение следует...